Всем привет, с вами Андронет, и если вы меня давно смотрите, вы знаете, что я делал обзоры, недельные эксперименты со старыми айфонами. То есть я смотрел, как себя показывают старые айфоны в 2020, 2021, 2022 еще пока что не было, но тоже, скорее всего, будет. Вот, в общем, я это все делал, и, конечно же, у вас возникал вопрос, а будут ли обзоры на Самсунги? Я так подумал, подумал, и правда же, а почему я не делал обзоры на старые флагманы от Самсунга? И я решил на Авито найти такой легендарный смартфон под названием Samsung Galaxy S3. На старте продаж в 2012 году он, впрочем, как и его главный конкурент iPhone 5, стоили 30 тысяч рублей за версию 16 гигабайт. Сейчас же Galaxy S3 можно найти за 1000 рублей на Авито. Ну или за 4000 с Алиэкспресс, если хотите, чтобы он был восстановлен китайцами и имел более или менее презентабельный вид с присутствием коробочки. Ну и, как вы уже поняли, лично я решил поискать смартфон на Авито. Ну и так как на данный момент я сейчас нахожусь в Сочи, искал его я именно тут. Из всего, что там было, мне понравился только один вариант, который я и решил забрать. Сторговав три сотки за не очень хорошее состояние и, как написал продавец, нерабочую сим-карту, купил я его за 1200 рублей. Зачем нужен слабый на данный момент смартфон без возможности звонить, я правда не знаю. Но лично я купил его чисто ради видоса и для того, чтобы посмотреть, как он показывает себя в 2022 году. Один момент, это то, что я купил чуть позже вышедшую версию смартфона. Galaxy S3 Dose. О чем и говорит надпись Dose сзади. S3 Dose вышел спустя два года после обычного S3. Отличаются они процессором, у Dose Snapdragon вместо Exynos, графическим процессором, оперативной памятью. То есть у Dose полтора гига вместо одного. Ну и само собой у Dose говорящее название, в том плане, что у него можно вставить две сим-карты вместо одной. Ну и в принципе это все основные различия. Если сравнить Samsung Galaxy S3 с вышедшим в тот же год пятым айфоном, то можно увидеть, что у Samsung больше дисплей, разрешение, ну и Super AMOLED экран вместо IPS. Ну а AMOLED просто понасыщеннее, и у него более глубокий черный цвет, в отличие от IPS. Понятное дело, они отличаются системой Android и iOS. Разными видами процессоров Exynos и Apple A6. Кстати говоря, оба еще 32-битные. Частотой процессоров и количеством ядер. Четыре ядра у Samsung против двух ядер у iPhone. Хотя сказать, что iPhone на тот момент работал хуже, чем Samsung, язык не подвернется. iOS со своей крутой оптимизацией просто творила чудеса. Вот как раз таки в одном из своих видосов от Vilsacom, а еще старый видос, где он сравнивает Samsung Galaxy S3 с iPhone 5, он показывает скроллинг и зуммирование на iPhone, когда сидишь в каком-то браузере. То есть там вообще все происходит четко, без каких-либо нареканий. И вот скроллинг, он прям классный, чувствуется, что удобно. А вот на Samsung Galaxy S3 есть такой момент, когда вот отдаляешь страницу, появляются белые полосы, которые как раз таки могут напрягать. И скроллинг там, ну какой-то вот не такой, он кстати до сих пор такой же на всех Android смартфонах. То есть на iPhone он все равно как-то более удобный, а на Android к нему надо как-то привыкать. Но даже лично я как раз таки больше привык к айфоновскому. Также по примерам Vilsacom можно увидеть, как он пытается запустить игру. То есть в один момент нажал на одну и ту же игру, и в один момент они запускаются, то есть игра. На iPhone она запустилась намного быстрее, чем на Samsung. То есть Samsung очень-очень долго думал. Ну и также, когда Vilsacom проверял то, как работает оперативная память, оказалось то, что на iPhone она работает лучше. То есть вот он сейчас выходил из всех приложений, и зашел снова в игру на iPhone, и она продолжила с того места, где он закончил. На Samsung же она опять вновь начинает загружаться. Потом он решает запустить что-то другое, то, что уже было открыто. Ну, например, Instagram. Следом он открывает Twitter, ну, смотрит то, что там написано. Потом, ну, вот открывает заметки, к примеру, тоже может какую-то заметку ввести. Потом он решает зайти в ВКонтакте, что-нибудь там посмотреть. К примеру, зайти в группу. И потом вновь заходит в игру, которая до сих пор осталась в оперативной памяти, и она не вылетела. Когда на Samsung она просто-напросто до сих пор загружается. Также iPhone уже тогда перешел на нано-сим-карту, когда Samsung использовал микросим. Также привилегия Samsung перед iPhone это то, что здесь можно запросто открыть крышку. То есть вот, например, я сейчас это делаю. Вот крышка. И могу спокойно поменять аккумулятор. Вот этот вытаскиваю. И, например, вставляю другой. То есть никакие отверточки, ничего такого не нужно, чтобы достать аккумулятор. Здесь же вот эти болтики. Тут приходится все это откручивать. Там всякие шлейфы раскручивать. И только потом уже вставлять аккумулятор. Потом все это закручивать. В общем, такая вот запара. Здесь же не так. Ну и как раз таки вот где вставляется сим-карта в Samsung. Вот сюда, значит, вставляется первая сим-карта, флешка и вторая сим-карта. И также iPhone уже перешел на 4G-связь. Когда Samsung до сих пор использовал 3G. По камере на тыльной, что там, что там, 8 мегапикселей. А вот на фронталке у Samsung 2, а у 5-го iPhone 1,2 мегапикселя. В плане видеосъемки, по примерам Vilsacom, сказать сейчас, что лучше, затруднительно. Потому что и там, и там видеосъемка, ну, такая себе. Но заметно то, что Samsung Galaxy S3 берет диапазон съемки шире, чем 5-й iPhone. А это пример записи видео на фронтальную камеру Samsung Galaxy S3. Смотрите, как снимает. Очень-очень приближенно, очень непривычно, что это так. Послушайте на звук, посмотрите на картинку. Стабилизацию, если она, конечно, здесь есть. Ну, так еще свет скачет. То есть, не везде прям хорошо видно. Вот если прям хорошо видно, ну, то есть, свет хорошо падает, тогда снимает хорошо. Если не хорошо, то не хорошо. Ну, а это пример записи видео на Samsung Galaxy S3 в 2222 году. Вот так вот он записывает. Для своих лет, я думаю, запись, съемка неплохая. Сейчас, ну, сейчас, конечно, уже люди увидели что-то другое, им подавать другое качество. А здесь же, ну, в принципе, на самом деле не прям уж все так плохо. Давайте проверим фокус. Фокус, нет, не фокусирует. А если нажать? Даже если нажать, тоже не фокусирует. Почему-то не хочет он фокусировать. Но все равно как-то он на пальме оставил свой фокус. Как-то так. В плане стабилизации здесь, ну, трудно что-то сказать. Да, сейчас посмотрел, что я заснял. И стабилизации здесь все-таки нет. Плюсом Samsung служило то, что у него количество миллиампер было больше, чем у айфона. Зато у айфона был металлический корпус вместо пластикового, что добавляло ему солидности. Да и весил айфон меньше, чем Samsung. Ну и также, уже тогда Samsung славился NFC-чипом, который помогал расплачиваться за покупки с помощью смартфона, а не пластиковой карты. У айфона NFC появился только начиная с шестого айфона, который вышел в 2014 году. Кстати говоря, e-каталог поможет сравнить вам не только старые смартфоны, но и актуальные. Ну и когда среди выбираемых мы выбрали самый понравившийся по характеристикам, ищем магазины, где будет самая лучшая цена. Ну и когда нашли, напрямую переходим в этот магазин и покупаем именно там. Для таких задач я и сам всегда пользуюсь e-каталогом, чего и вам советую. Если что, ссылочку на него оставлю в описании. Ну, хочу показать вам внешний вид и состояние своего Samsung Galaxy S3 Dose, который я купил. Ну, во-первых, я вижу потертости по бокам, выглядит это, конечно, не очень красиво, но зато дисплей смартфона в отличном состоянии. Также кнопки все рабочие и легко нажимаются. Сзади смартфона можно увидеть трещину на крышке, и если посмотреть ниже, увидим здесь дырки. Одна маленькая, другая большая. Такое ощущение, как будто крышку в этих местах чем-то прожгли. Ну и само по себе состояние данной крышки не очень хорошее, какие-то здесь потертости, небольшие царапки, как-то так. Ну и если открыть эту крышку, можно увидеть аккумулятор, который уже на самом деле вздутый и сильно убитый. Смартфона в работе хватит ненадолго. Но благо состояние можно немного подправить. Докупив заднюю крышку с Алиэкспресс приблизительно за 300 рублей, и купив новый аккумулятор, грубо говоря, за 500 рублей. 1200 плюс 800, получается 2000 за рабочий смартфон. А, ну еще отнести в ремонт, чтобы починили работу сим-карты. Хотя, может, она и работает, просто для проверки у меня нет микросим, а только нано. И такой штуки, чтобы сделать из нее микро, я сейчас не найду. Ну да ладно, давайте уже посмотрим, как работает сам смартфон. Перед записью самого видоса я немного попользовался смартфоном, и уже могу сделать какие-то выводы. Во-первых, что мне прям понравилось, это его звуки. То есть, например, я сейчас разблокирую, и как блокирую, бац, какие-то такие приятные звуки идут. Смотрите, еще раз. Блокирую. Ну, прикольно, лично мне понравились. И также то, что мне понравилось, это как он хлюпает, что ли, как это назвать, даже не знаю. Ну, вот эти вот звуки сейчас покажу вам тоже. Когда я что-то нажимаю, может быть, кому-то они и не нравятся, может, кто-то их отключал. Но, как раз-таки, в пользовании данным смартфоном они меня прикалывают. Ладно. Также давайте, наверное, я покажу вам, как звучит смартфон вообще в принципе. То есть, какой у него звук. Вот, как раз-таки, давайте зайдем сюда, выберем мелодию звонка. И у нас по стандарту стоит вот такая. Это на всю. Ну. Ну, скажу вам, что телефон довольно тихий. То есть, возможно, даже вы, может, и не услышите звонок. Не услышали бы. И качество, ну, такое обычное. То есть, ничего такого примечательного нет. В принципе, пойдет. Ну, и также, как вы видите, я здесь скачал Instagram Lite, TikTok Lite и Kate Mobile. То есть, это такие простые приложения, обычных приложений. Да. Ну, вот, например, Instagram полноценный и TikTok полноценный. Они у меня здесь тоже скачаны. У меня скачаны. А тут я скачал такие упрощенные. Kate Mobile почему? Ну, потому что обычной версии ВКонтакте здесь нет. Ну, вот, как сейчас обычная версия, которая на смартфонах идет. Вот, только Kate Mobile. Сразу хочу сказать, что смартфон такой, не прям идеальный по работе. Поэтому даже если мы заходим в TikTok Lite, к примеру, давайте посмотрим в TikTok. Уже можно увидеть то, как смартфон подлагивает. Ну. Да, круто, что у тебя iPhone 13, а у меня Samsung Galaxy S3, который, ну, видите, да, при перелистывании идут такие подлагивания. Бывает, может вообще залагать. Даже TikTok Lite подлагивает. А если открыть просто TikTok, то тут будет немножко похуже ситуация. Сейчас я это как раз и продемонстрирую. Так, даже не показывается, что у нас идет. Дальше. Вот, видите, вообще ужас. То есть, TikTok Lite нас немного хотя бы спасает. Здесь же ситуация в обычном TikTok похуже. В плане Инстаграма, вот, давайте, как раз-таки я открою Instagram Lite. И здесь, кстати, вот тут была такая подгрузка. В обычном Инстаграме такого нет. Ну, как он работает? Сейчас сами все прекрасно видите. Давайте откроем какие-нибудь истории. Так, что это у меня? Не прогрузились. Вот. И смотрим, как они здесь идут. Ну, вот реально, такие лайтовые, легкие программы, они нас немного спасают. И поэтому здесь мы еще можем что-то посмотреть. В обычных же потяжелее будет. А потом, через какое-то время, у нас, допустим, такая идея. Зайти на Авито и купить себе новый смартфон. Как показывает себя Авито в этом смартфоне? Ну, вот, например, давайте поиск. Я сейчас вобью, не знаю, там, какой-нибудь iPhone. Кстати, клавиатура тоже прикольная. Тоже почти как на iPhone. Также кликает. Вибрация такая приятная. Вот, в этом плане прям тактильные ощущения у Samsung прикольные. Но также, видимо, такие вот подвисания, все подлагивание. В принципе, смартфоном-то пользоваться можно, но нужно будет проходить через все эти лаги. Это сейчас еще на запись он более или менее нормально работает. А так, когда я просто пользовался им без записи, я увидел, ну, прям жуткую работу смартфона. И, кстати говоря, он даже уже нагрелся. Давайте также зайдем еще в интернет. Просто попробуем что-либо загрузить. Ну, например, тут я пытался скачать GTA San Andreas. Кстати говоря, почему-то она у меня, ну, не получилось мне ее скачать. Вот, давайте на apple.com. Хотя там была, вот это можно было нажать. Ладно, apple.com. Грузим. Вот. Ну, в принципе, грузить не так уж и долго. Вот так вот у нас прогружается страничка. Так, ой, что это у нас такое? Походу уже не справляется Samsung. И тем более, ну, этот сайт такой думает, чего? Ты на чем вообще заходишь? Какой Samsung? Ты должен был априори заходить на айфоне? Нет, ты заходишь с какого-то Samsung еще и со старого. Так, тут все на английском. Вот так вот у нас подгружается. Ну, я просто загрузил английский сайт. Там можно было русский. Что это у нас такое? Кстати говоря, еще так же видите, как идет такой шим на запись. Ну, это как раз таки из-за того, что AMOLED-экран, не IPS. Вот, и поэтому так-то его в обычной жизни не заметно, но на камеру он прям вот, ну, это прям видно. Короче говоря, вот такая вот у нас картина, когда мы заходим купить iPhone 13 Pro, и тут вообще хрен поймешь, что. То есть, где купить, где что, как, что, как совершить сделку. Поэтому не для каждого сайта данный смартфон уже подойдет. Ну, и, кстати, давайте посмотрим, как показывает себя Subway Surf. Такая мини-игрушка, слабенькая, не прям уж тяжеленькая. Заходим. Итак, зашел в Subway Surf. Давайте посмотрим, как он себя показывает. И, ну, видно, что игра идет неплавно, с периодическими проседаниями. Да, поэтому играть уже некомфортно. И когда я играл первый раз, реально было еще хуже. Сейчас почему-то игра разыгралась. Вот, как обычно, я начинаю записывать, и все идет идеально. То есть, можно сложить даже впечатление, что смартфон, в принципе-то, неплохой. И для таких обычных задач он отлично подходит. Но когда реально я пользовался один, и там и Инстаграм лагал, и ТикТок прям сильно лагал. И Subway Surf, чуть ли в него реально было чуть ли невозможно играть. Сейчас же картину я вижу более-менее приемлемую. Почему так произошло, не знаю. Ладно. Ну, еще у меня есть игра NFS No Limits. Кстати говоря, Asphalt 9, ну, понятное дело, это новая игра, он ее вообще не потянет. Тут же стоит вообще Android 4, кстати говоря, забыл я вам сказать. Да, 4.4 Android. И Asphalt 8 даже, который обычно скачивают на старый смартфон, его тоже здесь нет. Никакого Asphalt, вот как раз-таки только среди гонок я нашел NFS No Limits. Давайте ее запустим, и покажу вам, как она показывает себя на этом смартфончике. Ладно, пока у меня грузится NFS No Limits, хочу сказать в плане дизайна, что Samsung мне нравится меньше, чем iPhone. Ну, у меня, правда, не пятерка, а 5s, ну, там отличается кнопкой и процессором, не суть. Просто в плане внешности, ну, реально, если вот так вот посмотреть на два этих смартфона, смартфона, да, именно, и тут спереди, ну, не знаю, я прям вот предпочтение отдаю iPhone. Как вы, ну, вот тоже напишите свое мнение, что вам нравится больше. Ну, вот, даже если сравнить с шестеркой, то есть шестерка же она как раз выходила в 2014 году, как и Samsung Galaxy S3 Dose, то, в принципе, ну, любой дизайн, что такое дизайн, кстати говоря, это мой один из самых любимых дизайнов, и что такое выглядит намного как-то прикольнее, солиднее, чем вот такой вот обмылок. И тем самым до сих пор у нас загружается NFS No Limits, и почему-то не хочет она ее грузить, походу мы в эту игру не поиграем, к сожалению. И, кстати говоря, знаете, что я здесь заметил, это то, что белый экран здесь какой-то не белый, а отдает какой-то зеленой. Да, что-то прям вот именно в черном, когда, то есть черный экран, тогда все нормально. Когда белое, что-то прям реально, если вот обращать на это внимание, видно, что он какой-то желтоватый, зеленый, синий. На камеру это, наверное, не видно, но, по крайней мере, в жизни это точно заметно. Ну, что я в итоге могу сказать? Смартфон для своего времени, возможно, был действительно крутым, но сейчас им пользоваться довольно тяжело, как ни странно. Хотя, на самом деле, в использовании мне вот пятерка, пятерка S нравилась больше, чем Samsung. В принципе, это как касается и старых устройств, так и новых. Все равно я отдаю свое предпочтение больше iPhone. Можно ли назвать Samsung достойным конкурентом iPhone? Ну, и да, и нет. Но вот в плане дизайна однозначно Samsung проигрывает. В плане работоспособности мы посмотрели вот как раз-таки сравнение Vilsacom'а и на то время, ну, iPhone все равно оказался мощнее. В плане какой-то плавности, зума, в плане скроллинга тоже выигрывает iPhone. В плане видеосъемки, фотографий мне тоже нравится iPhone. Да и в плане работоспособности со временем мне также понравился iPhone, потому что он все равно даже со временем ощущается очень круто. Можете назвать меня каким-то фанатом яблока, ну, может быть, оно так и есть, но просто в выборе реально я вот прям лоб в лоб сравнил, и мне, ну, больше понравился iPhone, чем Samsung. В чем его привилегия? Ну, возможно, вот в таких вот прикольных звуках, в, ну, тактильных ощущениях они, в принципе, также есть и на iPhone. Ну, то, что здесь AMOLED-экран, он как-то понасыщеннее, чем IPS. Но вот как раз, когда я вижу какую-то белизну, вернее, я ее не вижу, я вижу какую-то зелену, да, на iPhone, и там как-то более все четко. То есть, если это белый, то он белый. Ну, единственное, наверное, черный здесь понасыщеннее, чем на IPS. Ну, наверное, одна из самых привилегий Android-это то, что здесь можно качать какие захочешь приложения, вообще не заморочившись. То есть, заходите на любой какой-то сайт скачать, а ПК-шечку просто закидываете сюда или прям сразу с телефона скачиваете. Вот, ну, в принципе, так можно сделать просто и с видосиками, с музыкой, то есть, все, что вы накачали на свой комп, там, видосик, фильм какой-то, вы спокойно его сюда скачиваете. Никаких вообще проблем с этим не возникает. На iPhone, конечно же, с этим было посложнее. Короче говоря, пиратить проще на Android, чем на iOS. Ну, что ж, это был Samsung Galaxy S3 Dose. С вами мы сегодня посмотрели, как он работает, как он выглядит. Если он вам понравился, напишите об этом. Если же нет, тоже напишите об этом. Короче, просто оставляйте свое мнение в комментариях, что вы об этом думаете. Классный ли он для своего времени, классный ли он для нынешнего времени. Потому что вот об iPhone однозначно можно сказать, что да. Ну, и всем удачи. И пока еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok